Церемония открытия Сочинского международного кинофестиваля прошла в Олимпийском парке. Кинофорум по традиции стартовал с красной дорожки, по которой прошли гости фестиваля. Режиссеры, продюсеры, кинокритики, актеры, в том числе народная артистка России Светлана Немоляева. На открытии фестиваля приветственный адрес от главы Сочи участникам киносмотра со сцены озвучила его заместитель. Впереди целая неделя плодотворной работы, показов, интересных мастер-классов и встреч со зрителями. Желаю фестивалю открытия новых талантов, ярких кинозвезд, качественных конкурсных работ и бесспорных побед. На участие в фестивале было подано 800 заявок от российских и зарубежных кинематографистов. В итоге в конкурс прошли 14 полнометражных лент, 10 короткометражек и 9 документальных фильмов. Кинофестиваль в этом году пройдет под эгидой мирового женского движения. Женский акцент прослеживается во всем, от состава жюри до тематики кинолент. Многие фестивали ограничиваются. Допустим, лучший фильм, лучший актер, лучший режиссер. А здесь много призов другим творческим работникам. И от их работы очень много зависит. Качество картины, художники, художники по костюму. Всего будет вручено 12 статуэток. Ну а первый приз уже нашел своего обладателя. Специальный приз от главы Сочи за вклад в киноискусство получила президент Сочинского международного кинофестиваля Любовь Балагова. Конкурс полного и короткого метра, мастер-классы и бесплатные показы фильмов в городских кинотеатрах. Такова обширная программа мероприятий фестиваля. Он будет проходить до 16 декабря. Отмечу, что одна из целей международного кинофорума – построить культурный мост между Россией и другими странами.